Итоги уходящей пятницы Внёс огромный вклад в развитие православия на белорусских землях. Цена вопроса – 15 минут. В госполкоме служба «Одно окно» принимает по электронной очереди. На терминале можно выбрать процедуру, приём заявлений, выдача итоговых решений и консультирование. Как связаться со справочной? А также рабочий визит, дорожный контроль и дачный сезон. Пенсионеры смогут купить билет на поезд с 50-процентной скидкой. С какого числа? Президент с рабочей поездкой посетил Гомельскую область в центре внимания восстановления районов, пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС. В частности, Александр Лукашенко познакомился с работой молочно-товарной фермы «Отор» и ходом посевной. С техникой и топливом, наличием удобрений и семян проблем в стране нет. Глава государства акцентировал на необходимости заготовки собственных, чтобы уйти от импорта элитных сортов. Полетает, когда посеет, ты посмотришь, сколько безалаберности. Вот более была карта. Не влезли там возле канала, где-то кусочек оставили. Потом еще уголок, потом еще кусочек. Хмызняком заросло, видно. Надо спасти эти земли сейчас. Поэтому надо ставить по 200 тысяч целью каждый год, по 200 тысяч нам миллиарировать и изыскивать, чего бы ни стоило, с разных источников средства. Это для меня важнейший вопрос. Президент заехал в центральную больницу, а также пообщался с местными жителями. В Чечерский район входит список регионов, которые наиболее пострадали от чернобыльской аварии. 49 населенных пунктов здесь были стерты с белорусской карты. Сегодня возрождению уделяют максимальное внимание. От оформления удостоверения многодетной семьи до консультации по улучшению жилищных условий. В этом году служба «Одно окно» Бавруйского госполкома начала принимать жителей по электронной очереди. Уже подано почти 4000 заявлений. Карина Гуревич знает, как решить вопрос за 15 минут. У Юлии Матвейчик трое прекрасных детей, и каждого нужно было поставить на очередь в садик. В этом вопросе служба «Одно окно» – настоящее спасение. Нет необходимости обивать пороги разных кабинетов и обзванивать десятки инстанций. Здесь подскажут, направят и помогут решить практически любую проблему. У нас была проблема со старшим. Нас не брали в садик. Мы тоже пришли сюда к девочкам. Они очень-очень сильно нам тогда помогли. Справочная решает проблемы граждан уже больше 10 лет. Человеку не нужно искать конкретное структурное подразделение, выяснять время приема и режим работы. Все это можно сделать в одном месте в течение нескольких минут. В отделении Первомайского района только за 2021 приняли 11 тысяч заявлений. Вопросы, по которым к нам обращаются, это постановка на детский садик, также выдача направления в детские дошкольные учреждения, также процедура договора и найма регистрация, семейный капитал, удостоверение многодетной семьи. В Бобруйске «Одно окно» работает в администрации Ленинского района, а также в горысполкоме. Здесь только за прошлый год приняли около 9 тысяч заявлений. В этом уже почти 4 тысячи. К слову, аналогичной службы, где все административные процедуры, систематизированные в едином правовом акте, не существует. В этом году заработала электронная очередь. Она еще больше упростила процесс. На терминале можно выбрать процедуру, прием заявлений, выдача итоговых решений и консультирование. Осталось только дождаться вызова оператора. Связаться со службой можно по телефону 142. Здесь предоставят всю справочную информацию. Время работы в будние дни – с 8 до 13 и с 14 до 17 часов. Специалисты всегда рады оказать помощь бобруйчанам. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Потяжелевшие жировки, прожиточный минимум и новые тарифы. Май принесет жизнь белорусов в список изменений, к чему стоит быть готовыми. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране увеличится бюджет прожиточного минимума. Размеры утверждены на период с 1 мая по 31 июля. Он составит 311 рублей 15 копеек в среднем на душу населения. Это на 4,9% выше, чем был с 1 февраля по 30 апреля. Вырастут также и детские пособия. В мае отдельным белорусам придут потяжелевшие жировки. Раньше за некоторые виды коммунальных услуг не взымалась плата, если человек не находился по месту жительства больше 10 суток. Теперь это правило не будет действовать для граждан, которые не платят налоги и выехали за рубеж более чем на 30 дней подряд, начиная с марта этого года. Исключение – лечение за границей. В Беларуси поднимутся тарифы на электрозаправках. Стоимость услуги увеличится на 6 копеек. Сейчас киловатт на быстрой зарядке обойдется примерно в 39 копеек, а на медленной – в 29. Напомним, с 2014 до этого года станции для зеленых машин в нашей стране были бесплатными. Пенсионеры смогут купить билет на поезд со скидкой 50%. До этого нужно предоставить оригинал удостоверения. Акция действует до конца октября и распространяется только на региональные линии эконом-класса. Традиционное снижение стоимости связано с началом дачного сезона. Беларусов ждут длинные выходные. Нерабочими будут 30 апреля и 1, 2, 3 мая. Однако за понедельник придется потрудиться в субботу 14 числа. Кроме того, с 7 по 9 объявлен еще один дополнительный уикенд. Организации в зависимости от специфики могут переносить рабочие дни в другом порядке. Правила жизни. Сотрудники ГАИ вплоть до 4 мая будут работать в усиленном режиме. Плюс ко всему в стране проходит единый день безопасности дорожного движения. Акцент на двухколесный транспорт. Как показывает статистика, основные причины несчастных случаев с мотоциклистами – нетрезвое вождение, превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу. За 2021 год на территории города Бавруйска было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 7 человек пострадало. Накануне и в День Радунинцы дорожная милиция обеспечит вблизи кладбищ безопасность водителей и пешеходов. На местах будут дежурить дополнительные наряды ДПС. Впереди Великий май. В Бавруйске началась подготовка ко Дню Победы. Коммунальщики благоустраивают памятные места, мемориалы и воинские захоронения. Красят ограды, убирают прошлогоднюю листву и вывозят мусор. О молчаливых свидетелях войны Максим Кембель. С самого утра у братской могилы вблизи Бавруйской крепости трудятся работники типографии имени Непогодина. Здесь покоится 11 участников коммунистического подполья, которое действовало на территории города в годы Белопольской оккупации. В 1926-м на этом месте установили часовню и мемориальную доску. Фронт работы, посадка цветов, уборка мусора, покраска и не только. Одна из важнейших задач по патриотическому воспитанию нашей молодежи. А также уважение и дань нашим предкам. Молодежь тоже не остается в стороне. Ребята из строительного колледжа откладывают учебники и берутся за кисточки. Обновляют ограждение вдоль Минского шоссе. В составе трудового десанта 15 человек. Работают дружно и задором. Сегодня мы работаем возле вечного огня, где обогрели несколько сотен красномерцев, которые освобождали наш город. Кипит работа и на площади Победы. Список дел у коммунальщиков большой. Это место святое для каждого бобручанина. Сегодняшний облик мемориальный комплекс приобрел после реконструкции, произведенной в 2005-м. Новыми красками засиял легендарный Т-34. Танк генерала майора Бахарова весной 44-го. Именно он со своими бойцами освободил Бобруйск от немецких оккупантов. Поддержание порядка на братских могилах, обелисках и мемориальных комплексах – не просто благоустройство территории, а общая обязанность – сохранить память о людях, которые не дожили до наших дней. Тех, кто отдал свою жизнь ради мира. С той войны не вернулся каждый третий белорус. Максим Кембли, Станислав Чичерин, Максим Галенка, Бобруйск, 360. «Человек эпоха» в Бобруйске открылась выставка, посвященная памяти патриаршего экзарха всей Беларуси, митрополита Филарета. В проекте представлены работы художников и иконописцев из Беларуси, России и Молдовы, а также лауреатов Всебелорусского конкурса детских рисунков на тему истории и современности православной церкви в нашей стране. Отдельным блоком выделена фотоэкспозиция, отражающая жизненный путь экзарха. «Являемся человеком с большой буквы, личностью, который внес огромный вклад в развитие православия на белорусских землях. Вот эта выставка уже на протяжении полугода, чуть более, путешествует по городам Беларуси». Вся жизнь митрополита Филарета служение церкви и людям. Владыка неоднократно посещал Бобруйск, освящая храмы и колокола. Сама же выставка, которая проходит в рамках 6-го международного художественного пленера «Святость земли белорусская» продлится до 29 мая. Время работы – понедельник-четверг с 10 до 17, пятница-воскресенье с 11 до 18, вход свободный. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»